Глубоко уважаемые председатели, дорогие коллеги, очень рад, что несмотря на происки транспортной системы и коллапс на Московском проспекте, причине аварии, я все-таки успел добраться. Сложно говорить о большой теме в рамках отведенного времени, поэтому я постараюсь, может быть, в какой-то части даже конспективно осветить некоторые вопросы. Ну, а если у кого-то возникнет интерес более подробно обсудить, тогда это, наверное, отнесем на кулуары. Следующий слайд, пожалуйста. Как-то управляется система тут? А, о, все, понял. Ну, что значит, с корабля на бал. Не надо говорить, наверное, что лечение рако-щитовидной железы является отраслью очень многих знаний. То есть это плод совместной деятельности специалистов многих медицинских областей, в котором свое место занимает, безусловно, ядерная медицина и радиология. Считаю, нужно все-таки упомянуть то, что морфологические варианты рако-щитовидной железы столь разнообразны, что как таковой единой нозологической системой, наверное, воспринимать рако-щитовидной железы не совсем правильно. Ибо отличия столь разительны, что требуют соответствующих различных подходов к лечению и наблюдению, реабилитации пациентов. Безусловно, надо признать, что радио-йод терапия является системным воздействием на организм, где подвергаются, в общем-то, действию практически все органы и системы. Но в плане выгоды, снижения вероятности рецидивов, выявления и лечения отдаленных метастазов, все-таки метод перевешивает все те негативные моменты, которые ему присущи, как любому методу и любому лекарству. Немножко о терминологии. Радио-таблация. Использование радио-йода с целью разрушения нормальной функционирующей ткани щитовидной железы. Радио-йод терапия. Это более широкий термин, охватывающий как проведение аблации, так и, собственно говоря, лечение рецидивных и метастатических случаев опухоли. Задачи радио-йод-аблации, в первую очередь, это, конечно, получение возможности более полноценно проводить мониторинг после завершения лечения, используя уровень специфического белка и антител к нему, а также возможность идентифицировать скрытые очаги опухоли до их клинического или какого-либо иного проявления. Основными целями радио-йод терапии, надо признать, это все-таки уменьшение риска рецидивов заболевания, лечение отдаленных метастазов, при которых радио-йод, ну, не сказать, что безальтернативный метод лечения, но, наверное, все-таки основной. Ну и, как следствие, это снижение специфической смертности. Известно, что современная тактика лечения строится на оценке групп риска. Данная таблица, наверное, многократно была представлена. Позволю себе подчеркнуть то, что более агрессивная тактика должна быть применена у детей, у лиц, моложе 16-летнего возраста, у пожилых пациентов, а также у пациентов, имеющих в своем анамнезе воздействие ионизирующего излучения на область шеи. Стратификация группы риска позволяет выделить группы низкого, среднего и высокого риска. Безусловно, радио-йод терапия – это метод лечения пациентов, попавших в группу высокого риска. Многочисленные оценки, экспертные мультицентровые анализы проведенные позволяют все-таки более-менее четко понимать роль радио-йод терапии при лечении местно распространенных форм и лечении генерализованных форм рака щитовидной железы. Вот по мнению большинства экспертов в мире, что при ранних стадиях опухоли мы не получаем выгоды в плане снижения риска смертности, в плане снижения рисков рецидивов данные противоречивы. Однако все сходятся на том, что радио-йод терапия улучшает возможности наблюдения и при распространенных опухолях все-таки дает ощутимую выгоду в лечении. То же самое касается и региональных метастазов. Не буду задерживаться. Вот парадоксальный момент, который также, наверное, многократно был озвучен. Слайд по заимствованному многоуважаемому профессору Джатинаша, где отражена четкая тенденция современности. При общем возрастании заболеваемости смертность остается примерно на одном и том же уровне. В чем это связано? В первую очередь, наверное, связано с особенностью течения высоко дифференцированного рака щитовидной железы, что это достаточно торпидное течение, развивается медленно, годами и, в общем-то, имеет хороший потенциал к лечению. Так или иначе, при оценке прогностических факторов, наиболее значимой явилась эта завершенность или полноценность хирургического лечения и, собственно, проведение процедуры радиотерапии. Два слова о роли тиреоглобулина в качестве предиктора после хирургического этапа лечения. Вот по нашим данным, пациенты, имеющие уровень послеоперационного тиреоглобулина более 50 нанограмм, имеют достаточно высокий риск развития отдаленных метастазов. Различия информативной ценности при визуализации как остаточной террорийной ткани, так и местных опухолей, показано на этом слайде. Вот с левой стороны исследование, выполненное с технецем пертехнетатом, и тот же самый пациент после радиотаблации. Часть протоколов зарубежных принимают в своей методологии проведение предварительной диагностической сцентеграфии до радиотаблации. Но, однако, надо признать, что информативная ценность исследования предварительного все-таки уступает посттерапевтическому скану. Наглядный пример – левая картинка до проведения радиотерапии, правая – после. Методика радиотерапии совершенно практически стандартна. В России единственный нюанс в том, что в нашей стране до сих пор не сертифицирован тироген, что, в общем-то, в определенной мере ограничивает наши возможности. Не удержался, чтобы не продемонстрировать слайд, который, наверное, стал уже классикой. Сделан он был около 20 лет назад. Это пример эффективности радиотлечения юного пациента. И вот так ушли технологии с появлением гибридных методов исследования. Мы имеем возможность не только качественно оценивать, но еще и получили возможность привязывать хорошо топически изменения, визуализируемые при рентгеновских методах, совмещенные с однофотономизионной компьютерной томографией. Несколько вариантов, как может выглядеть заболевание на гамма-камере. Легкие, сочетание легких средостенья, костные метастазы, сочетание легочных и костных метастазов и достаточно редкий случай метастатического поражения печени. Вот наиболее яркий пример эффекта радиотерапии при лечении высоко дифференцированных раков щитовидной железы. Пациентка, которая имела миллиардное поражение метастатическое практически по всем легочным полям и после завершения лечения констатирован полный эффект. Одним из нюансов, которые мы увидели, анализируя наши данные, в том, что в детском контингенте мы гораздо чаще выявляем метастатическое поражение легких на ранних стадиях до еще рентгенологического проявления. Термин радиорентгенонегативные метастазы, скажем так, пришел к нам из англоязычной литературы. И, по правде сказать, в большинстве случаев, если мы прицельно начинаем исследовать на спиральном компьютерном томографе, мы все-таки видим эти изменения. Но при обзорной рентгенографии описывается совершенно нормальная картина. У взрослых это гораздо более реже наблюдается, но также присутствует. Оценивая, опять же, наши результаты, мы пришли к заключению в том, что общемировая тенденция в повышении разовых активностей оправдана, и лучший эффект лечения достигается, безусловно, при введении более высоких доз. Это также и имеет некое экономическое обоснование. Меньше число курсов лечения, меньше общая стоимость. Вот несмотря на вот такое вот, в общем-то, скажем так, победоносное выступление в плане лечения отдаленных метастазов, все-таки надо честно признавать, что радио-йод терапия не является панацеей. И существует достаточно большая группа больных, которые демонстрируют прогрессирование заболевания, несмотря на все наши усилия. Я вот, к сожалению, не застал этот доклад. Я думаю, что профессор Подвязников очень подробно осветил эту проблему. Это вот та самая группа радио-йод резистентных пациентов, дифференцированных раком щитовидной железы, которой мы сейчас интенсивно занимаемся. Так, по времени-то нормально? Значит, скажу несколько слов еще о важности контроля, завершения комбинированного лечения рака щитовидной железы. Перед вами пример более-менее благоприятный. Шесть месяцев после радио-таблации мы видим физиологическое распределение изотопа в сочетании с низким уровнем тереглобулина, констатируем полную ремиссию заболевания. А вот пример, когда мы при проведении контроля обнаруживаем скрытые очаги опухоли, которые были не видны в послетерапевтическом скане. Есть эффект вот такой, когда остаток щитовидной железы, сияя как яркая звезда, просто засвечивает слабое свечение метастатических очагов. Вот также пример пациента, юный пациент, один из самых наших маленьких пациентов с множественным метастатическим поражением легких. Уже при первом введении мы видим накопление, в том числе в проекции легких. И вот момент, на который я хотел бы обратить внимание коллег, начинающих заниматься радионуклиной терапией. Не секрет, что в нашем стране открываются сейчас множество центров, как грибы после дождя, Казань, Архангельск и так далее. Значит, вот нынешние нормы радиационной безопасности позволяют проводить синтеграфическое исследование пациента при остаточной активности 0,4 ГБК. Это соответствует 20 микрозивертам в час на расстоянии 1 метра экспозиционной мощности гамма-излучения. Значит, один и тот же пациент после 4 курсов лечения метастатического рака щитовидной железы. Значит, первое исследование сделано через 3 суток после начала лечения. И если бы мы приняли вот это как должное, мы бы установили, что процесс вылечен и отпустили бы спокойно домой. Однако пациент демонстрировал высокий уровень териоглобулина. Мы его задержали, повторно отсканировали еще через 4 дня и видим слабое свечение в проекции легких. Пациент продолжает лечение. По поводу побочных эффектов. Да, конечно, они есть. Соответственно, частота их достаточно вариативна. Среди острых это в первую очередь тошнота, рвота, острый сиаладенит, особенно у пациентов, перенесших в детстве паротит. Среди отдаленных наиболее, наверное, значимо от тормоцитопения у пациентов, имеющих множественные костные метастатические очаги. Ну и легочный фиброз у пациентов с тотальным поражением легких. Иллюстрации побочных эффектов радиоиода, вот такие картиночки, когда видно, как светятся околоушные и слюнные железы. Да, конечно, они свою долю получают облучение. Ну и вот та картинка, которую, наверное, я скажу, что мы гордимся этим. Пример юной пациентки, которая проводила лечение у нас в течение нескольких лет. Это статический рак поражением легких. В настоящее время это молодая, цветущая женщина, счастливая мама. Ну и, наверное, комментарии здесь излишни. Ну, понятно, что не было. Ну так смогли. Одним из нюансов, который подвигает нас к поиску новых путей решения проблемы, это группа пациентов, проводящих длительное лечение, многие годы. Вот, к сожалению, далеко не всех нам удается вылечить. Вместе с тем, с каждым курсом лечения, увеличением суммарной активности накопленной, возрастают соответствующие риски. В первую очередь, риски вторых раков. И это надо знать, и об этом надо говорить. Ну и вот буквально несколько слов. Я уже заканчиваю. Что нас, наверное, ждет в будущем. Значит, не так давно появился и был зарегистрирован в России первый препарат из группы таргетных, который в своих показаниях включил лечение дифференцированного рака щитовидной железы. Это препарат фирмы Bayer, названный Нексоваром. Вот как воспринимать в нашем случае таргетную терапию? Это запасной парашют, который нам может помочь в лечении этих пациентов или терапии отчаяния. Ну вот пока опыт слишком мал. И, наверное, вот Сергей Киваев, мы пока, наверное, однозначно на это не ответим. Использование ацисретиноидной кислоты в качестве ремодификатора не получило свое подтверждение. В качестве модификатора мы иногда используем литийокарбонат, способствующий более длительному удержанию йода в опухолевой клетке. Ну, как вот будущее, возможно, это сочетание с новыми методами типа нейтронной терапии, кибернажа. Свою роль имеет, конечно, и полихимиотерапия. Но, опять же, тоже данные достаточно противоречивы. Относительно пациентов с костными метастазами, генерализованных процессов. Дополнительно, вот нами впервые в мире была использована, опробована методика сочетания применения двух радионуклидных препаратов. Это йод-131 и самарий-153 оксабифор. Ну, вот пока наблюдение в пределах полутора десятков пациентов, ну, в общем-то, достаточно тоже обнадеживающие. Ну, и, наконец, все-таки не оставляет нас мечта о том, что появится, наконец-то, такая таблетка, которая будет способствовать возврату дифференцировки опухолевой клетки и возвращению чувствительности резистентного рака к радио-йод-терапии. Позволю себе закончить выступление. Цитаты из статьи «Польза и риски радио-йод-терапии при лечении дифференцированного рака». Значит, здесь основной мысль в том, что нам очень важно не только взвешивать и оценивать те риски и ту выгоду, которую мы получаем, применяя достаточно серьезные методы лечения, но также привлекать к этому и пациента. И если врачи помогут пациенту разобраться вот во всем этом, то он не только поймет лучше, но и получит возможность делать свой выбор. Не секрет, что при одной и той же ситуации кто-то решит рискнуть и, может быть, меньше получить, а кто-то, имея все козыри на руках, скажет, я лучше буду жить себе спокойно. Спасибо.